Этот большой синий автомобиль похож на гигантскую игрушку из детского набора канала промывочный комплекс. Можно сказать промышленный пылесос, который способен собрать до 14 губометров ила и мусора. Кроме втягиваний комплекс выдает и мощную струю. Вот эта штука называется рука высокого давления. Коммунальщики используют ее, чтобы прочищать колодцы. Это вот, например, ливневка засорилась, они приходят и прочищают. Здесь подается напор воды до 200 атмосфер. Ну, я попросил вначале дать самый слабенький напор. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот это вот примерно 50 атмосфер, метров на 25 отлетает. Ну, а теперь давайте попробуем 150 атмосфер. Так, в общем, работа с таким инструментом требует сноровки, но понятно, что это мощная штука, надо уметь с ней работать. Мастера Одинцовского городского хозяйства прекрасно умеют управляться с рукавом. Под канализационным люком небольшой колодец. Здесь ложа под насосы. Сперва отсюда откачали грунтовые воды, потом хорошенько промыли все мощной струей. Под большим давлением мы ее промываем, отмываем. Вот, посадочное место для насосов подготавливаем. Тут у нас будут находиться два насоса. Один насос будет для центральной форсунки. Вода для фонтанного комплекса будет подаваться через эти трубы. Сейчас завершается расчистка площадок. Насосную камеру уже почистили. Следующий шаг – установить и проверить насосы. Поставить фонтанный комплекс – и все. Радость для малышей и взрослых высотой в 15 метров начнет действовать. Фонтаны запустят на этой неделе. Тимур Гайсин, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.